Переходим к обещанному, к французским выборам. Так получилось, что они сегодня в первый тур. И Макрону может прийтись нелегко. Вот если за пост президента во Франции боролись правоумеренные и совсем неумеренные силы, то сейчас это левые силы, кто борется за большинство в парламенте французском. Леопейн практически сейчас вне игры. Сейчас Меланшон в игре, при том очень сильно. Очень специфические выборы. И один из таких акцентов, представьте себе, лицо выборов горничная, уборщица из гостиницы. Это лицо выборов. Должно быть больше пролетариата в парламенте, должно быть больше рабочих людей. Они знают настоящие проблемы. Именно на это бьет Меланшон. И это, конечно, сильная альтернатива тому, что делает Макрон. Выборы в парламент Франции, они специфические. Те, кто в первом туре получат больше 50%, они автоматически получают сразу же мандат. А вот кто не получил, поэтому подсчеты ведутся. Те, кто набрал 12,5% и выше, они будут допущены ко второму выбору. А дальше, дальше все еще хуже. Опять, если не будет пройден какой-то этап, значит, два человека, те, кто набрали большинство голосов, идут в третий тур. И в этом третьем туре, конечно же, у социалистов, у объединения левых сил, это абсолютно новое объединение, союз левых сил. И Меланшон, он достаточно радикален, он революционер, можно так сказать. Это абсолютно новое формирование. Я не просто сказал, что горничная идет в депутаты. А ведь это может быть правильно. А это по-французски. А это может быть новая мода в Европе. Евросоюз может поэтому и трещит, что политики оторваны от того, что реально происходит на земле, в поле, в пивных барах, в ресторанах, под звено французских. Где угодно. Я часто критикую именно политиков за оторванность от населения. И живя только газетными заголовками, принимая решения на основании газетных заголовок, в принципе, манипулировать можно целыми государствами. То, что делает с удовольствием Соединенные Штаты Америки, именно манипулирует государствами, подчинив себе редакционную политику, подчинив себе топ-СМИ. Кто бы мне что ни говорил о независимости, так не бывает, что нет голосов в другую сторону. Ну, кто-то должен сказать. А вот если нет, значит, как-то все это контролируется. И рабочий класс в этом новом формировании, НУПЭС, он в первом туре должен себя проявить. Но дальше, дальше включится профессионализм именно функционеров. Я считаю, что у Макрона такого профессионализма намного больше. То есть, если в первом туре можно будет порадоваться за социалистов, за вот это вот новое объединение, то потом Макрон включит функционерство, которого нет у социалистов. И по-функционерски он обскачет. И те, кто были, например, с Ля Пен, те, кто отдавали ей голоса, они будут лучше и больше именно во втором туре голосовать за Макрона. Или за представленную его партию, за его силу. Но, допустим, что произойдет все по-другому. Допустим, действительно, Меланшон со своим новым социалистическим объединением всех левых сил Франции выиграет. И тогда у Макрона будет тяжелая ситуация. Парламент будет не на его стороне. Как можно парламент перетянуть на свою сторону? Да, очень просто. Нужно взять того, кто выиграл выборы и назначить премьер-министром. Ни больше, ни меньше. И тогда те, кто критиковали вчера НАТО, а это Меланшон. Это он один из самых сильнейших критиков НАТО. Понятное дело, что сегодня он не является критиком номер один НАТО. Сегодня он, понятное дело, в Минстриме критикует и Россию. И он сделал все возможное, чтобы его кандидатура не ассоциировалась именно с революционным началом во Франции. А именно, чтобы он был премьер-министром. Он четко разыграл эту карту. Поэтому ситуация не патовая. Я ее не вижу как патовой. Это не противостояние демократов и республиканцев в США. Это противопостояние именно функционеров. Функционеров, которые четко и прагматично понимают. Макрон понимает, что ему нужны голоса Ля Пен. И он использует эту повестку. Он использует политику и больших денег в том числе. В противовес идет то недовольство, которое мы должны помнить все по желтым жилетам. Когда людей объединяет здесь и сейчас не идея в будущем. Конкретно, дайте мне больше денег. Ок, говорит Макрон, дает на 100 евро больше. Приступ социального напряжения заканчивается практически мгновенно. Находят новую повестку. Так вот, одно из лиц, которое действительно популяризируется и стало известно во Франции. Это Рэйчел Кеке. Она урожденная в Кот-дю-А. И, понимаете, изменение вообще политикума, которое может произойти во Франции. Почему я говорю, что это может быть новый тренд в Европе? Да все очень просто. Дело в том, что сработала забастовка, к какой имеет отношение и где, в принципе, стартовала политическая карьера госпожи Мадам Аузель Кеке. Зарплату повысили горничным. Вдумайтесь, зарплата в 600 евро во Франции. Это где квадратный метр арендной площади в центре. Ну, я понимаю, что в любой столице, особенно в Париже, это может быть безумно дорого. Но даже в складчину она бы не смогла оплачивать. То есть, даже с родственниками. И забастовку, именно профсоюзное движение, которое привело к победе, они провели. Это было, я сейчас цитирую, наши зарплаты, которые были раньше с 600 до 1000 евро, выросли. И сейчас от 1300 до 1900. Практически в два раза увеличили им зарплату. Значит, есть эффект. Значит, они добились того, что они хотели. Они получили политический успех, они получили финансовый успех. И в данном случае это не распоряжение было Макрона на 100 евро поднять, выплаты какие-то. Это было непосредственно давление на бизнес. В давлении на бизнес бизнес остановился. Ну, представляете, если действительно гостиницы не будут убираться. Если повара не будут готовить еду. Остановится. Париж остановится в любом случае. Соответственно, этот успех нужно декларировать дальше. Не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения тех, кто участвовал в процессе. Организовывал эту забастовку. И тогда, получается, Франция становится сейчас на прогрессивный путь возвращения к прямому мандату. Не то, что там в Германии человек 40 лет просидел в депутатском кресле и рассуждает о том, как нужно жить людям на земле, которые принимают решение убирать или не убирать в гостинице. Убивая средний бизнес. Убивая в пользу больших банковских схем. Убивая в пользу глобальной политики. Убивая в пользу сверхкорпораций. Это все работа Макрона. И этой работе противопоставили именно социально справедливое мышление. То есть, это объединение левых сил. Притом, оно раздрознено. Там есть абсолютные радикалы, есть умеренные левые силы. Но факт в другом. Все это сводится не к тому, что за народ кто-то будет как-то заступаться, придумать новую систему налогообложения, создадут новые рабочие места. Нет. Увы. Все сводится к тому, что Меланшон борется таким способом за место премьер-министра, который ему могут предложить, если союз левых сил победит. Или будет очень значимым в парламенте. Соответственно, по технологии это абсолютное использование социального напряжения внутри. Но за этим интересно наблюдать. За этим интересно наблюдать. Потому что если Макрон будет даже иметь большинство в парламенте, и будет ему легко управлять страной, у него будет поддержка. Никто не сказал, что люди, которые сейчас не пройдут в парламент, что эти люди остановятся, что они не будут майданить, что они не будут выходить на демонстрации. Соответственно, с точки зрения технологий, Макрону даже выгодно просто их взять в свою обойму. Но договориться на берегу, чтобы потом не выкручивал руки ему Меланшон. Соответственно, в этом отношении почему интересно наблюдать. Потому что если взять европейские страны, практически везде одно и то же мышление. Без зубы с некоторых оппозиционных партий, она заключается в том, что они перестали работать непосредственно с простым человеком. Они не используют силу профсоюзов, они не используют протестные силы, стачки. Все, что в Европе грозит в ближайшее время. Ведь стачки будут от профсоюзов, стачки будут от пролетариата, от простых трудящихся людей. И мир, новый мир, в котором навязаны определенные вещи, удорожание электроэнергии, удорожание ресурсов. Это все, что будет осенью, должно все происходить. И выгодно взять это под контроль. Выгодно взять это под контроль посредством одного лидера, Меланшона. Поэтому Макрону, с точки зрения технологий, конечно, выгоднее бы немного все-таки подпроиграть. И все потенциальные протесты, которые уже сейчас могут быть запланированы, взять их таким способом под контроль. Это было бы хитро, скажем так. Но не значит, что Макрон пойдет на это, потому что он же не влияет сейчас на избирателей никак. Проиграет, значит проиграет. Значит тогда Меланшон, премьер-министр. Выиграет, значит мы будем видеть, как Меланшон перейдет на улицу, а Макрон с парламентом будет, ну в принципе, жестко противостоять. И тут деньгами не спасешь. Потому что вот это увеличение зарплаты 600 евро на 1300 или там с 1000 на 1900 звучит красиво. Но не забываем о системе налогообложения. Все равно это нищие, это все равно самые слабые социальные слои во Франции. И протестное движение там, плюс я добавлю просто инфляцию, я добавлю стагнацию, то есть стагнация, которая вот-вот пришла в дом, постучалась, стоит на пороге и пугает тех, кто живет внутри европейского дома, то протесты, хочешь или не хочешь, они будут. Весь вопрос в том, насколько сильны они будут. То есть насколько действительно улицы и протесты будут влиять вообще на развитие политической стабильности и ситуации во Франции. Решается это, можно сказать, сегодня. Посмотрим. Посмотрим. Я не думаю, что Меланшон вот так вот раз и выиграет выборы. Потому что партия богатых, Макрона, она намного интереснее вела предвыборную кампанию, и агитация, и денег просто у них больше. А когда денег больше, нанимаешь более профессиональных людей, технологов, которые занимаются и пиаром, и продвижением идей, и делают замеры психологические и социального напряжения в обществе, в обратную связь прощупывать. То есть это достаточно большой объем работы. И в этом объеме работы, конечно, у Макрона она поставлена более профессионально. Поэтому я не вижу такой легкой победы. Мол, ура, сейчас прорвутся, пролетарии. И во Франции к власти придут люди без образования, которые вчера еще убирали в гостиницах. Это тоже такой миф. При этом, опять же, парламент, он голосует. Разницы нет, кто там сидит. Это представители народа. Это очень важно понимать. И представители народа, ну, для меня нет разницы, что Франция, что Германия, что Нидерланды. То, что я сегодня наблюдаю, это толпа большевиков. Ты не имеешь права говорить по-другому. И этой толпе большевиков очень сильно помогают СМИ. И это, конечно, странно. Должно было быть с точки зрения демократии. Но это уже сложившийся факт. Так что понаблюдаем, посмотрим. Первые данные, ну, завтра уже будет все известно для тех, кто интересуется. Но я думаю, все-таки второй тур намного будет интереснее, чем первый тур. Мы узнаем, прорвались ли во власть люди, которые не профессионалы в политике. И это очень интересный будет факт. На этом я ставлю точку по Франции и перехожу к другой теме. Очень интересная тема, как для меня, в которой я разбираюсь практически каждый день, выискиваю какие-то вещи. И у меня такие хорошие помощники, просто замечательные. Один из них непосредственно вице-канцлер Германии, Роберт Хабек. У него сегодня, вчера, позавчера дан старт большой компании. И это все очень интересно. Было бы, если бы еще не было так грустно. Потому что его министерство решило, что должно показать пример всем остальным, как жить в новом времени. И, кстати, я ловлю их всех на определенные лжи. Сейчас расскажу, на какой. Значит, представьте себе, что у вас стоит ограничитель в кондиционере. И вы не имеете права температуру охлаждения доводить ниже 26 градусов. Ну, просто ограничитель. А еще у вас больше не будет света в бюро, потому что нужно экономить электроэнергию. Значит, министерство Хабека отключило внешнюю подсветку. И отключило кондиционеры там, где это возможно. Ну, понятное дело, там, где сервера находятся, кондиционер нельзя отключать, там они будут работать. Ну, как? Как? Так вот, эти 26 градусов в преслоутах, это правда. Это не я придумал. Значит, по опросам, которые прошли сейчас в Германии, 77% жителей Германии экономят стали на всем. 77% людей признались в том, что они экономят. Что это значит? Это четко включь-выключь света. Это желательно больше не мыться в горячей воде. И горячей водой не мыть посуду, только теплой. Или вообще не мыться, да, Евгений, и не мыть. И репрезентативные опросы, которые сделало федеральное объединение предприятий энергии водоснажения, говорят о том, что лишь 19% заявили, что никак не изменили свое энергопотребление. Но это лето. Это лето только. И компания, которую, который дал старт вице-канцлер Германии, он действительно намного ярче, он видней. На политической арене его слышно намного чаще. В принципе, ощущение такое, что он канцлер, а не Шольц. Не знаю, Шольц сможет противостоять, если вдруг кризис. Потому что за спиной Шольца тоже может быть сговор именно уровня парламента, Бундестага, в котором, например, зеленые переметнутся. И нужно будет вместо социал-демократов вести христианских демократов. То есть, напомню, это просто партию Шрёдера нужно заменить партией Меркель. И все. Комбинация произойдет. Зеленые переметнутся, если зеленого сделать канцлером. Но это вообще будет катастрофа. Пока что только самые смелые прогнозы говорят, что это возможно. Но напомню, что в связи с судебным разбирательством по фальсификации выборов в Бундестаг может быть отменен город Берлин. И это правда. Я подтверждаю, что там фальсифицировали как могли. В наглую просто все делать для того, чтобы зеленые набрали побольше голосов. И в этом отношении, если вице-канцлер Германии призывает экономить энергию, то он же должен как-то обучать, как это делать. Соответственно, потребительская функция как таковая, и опросы они такие очень серьезные. Главный мотив – это удорожание энергии. 67% его признает. Именно с точки зрения потребления. Именно энергия. Ни о чем другом никто не говорит. И вот запустил этот хабык определенные процессы. В том числе и интернет. Реклама достаточно серьезная. Интернет-проект, где можно зайти, и это называется... Я даже сайт могу сказать, если нужно, если кому-то интересно. Просто поверьте на слово. Вы заходите на этот сайт. Называется «Замена энергии». Ну, если так перевести, это специальный сайт. Реклама для него существует. И там должны обучать, как сэкономить деньги. И хабык говорит, что заодно можно, дорогие друзья, это не шутка. Внимание, барабанная дробь, цитата. Если вы экономите энергию, вы заодно можете насолить Путину. Господин хабык, ваша интернет-страница не работает. Вы обманываете людей. Зашел я на эту страницу. Там такая, ну, можно сказать, знаете, как упрощенная схемка картинки. Знаете, вот есть там определенные изображения туалетов. Вот этот мужской, вот этот женский. Вот точно по такому же принципу. Хабык хочет, чтобы 80 миллионов, он имеет в виду всех немцев, вместе с ним, совместно, начали экономить энергию. И там все очень просто. Вы заходите, например, и как это сделать? Вам дают рекомендацию. Нажали на кнопочку. Вы заинтересованы? Да, заинтересованы. Нажал на кнопочку. А вы по бизнесу заинтересованы? Или как частный человек? Как частный человек? Нажал на кнопочку. Опять открываются окошки. И все с такими какими-то рисунками. Вы хотите электроэнергию сэкономить больше 50%? Ну да, например. Или еще что-то. Нажимаешь, а дальше надпись «Извините, страница не работает». Вот так вот. Прекрасно. Продолжаю тему рекламы новых веяний в Европе. Новых веяний. Так вот, хочу вот по поводу предыдущего разговора насчет сайта. То есть, как насолить Путину? Никак. Ну да, как насолить Путину? Ну, действительно, знаете, сколько раз с коллегами эту фразу, но она, действительно, нам кажется, избитой на зло бабушке отморозить уши. На зло Путину не моетесь. На зло Путину не топите. На зло Путину не охлаждайте. И все это на зло Путину. Господин вице-канцлер, вы серьезно? Я понимаю, что это уже какая-то секта. В этом отношении, вы знаете, потрясающая фраза, я считаю, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что в России нет западофобии. А я согласен. Я не встречал русских, россиян, тех, кто действительно говорит, мы хотим сделать им плохо. Ну, Западу. Нету такого. Есть непонимание их поведения. Я лично над ними иногда часто смеюсь. Технологически разбираю их по мелким косточкам, прям, знаете, по молекулам. Но с точки зрения западофобии я в России не наблюдаю. Я ее не наблюдаю медийно. Я ее не наблюдаю народно. А там это есть. И если вице-канцлер призывает насолить Путину тем, что нужно сэкономить определенные энергоресурсы, то это философия уже. Это философия партии зеленых. И я считаю, вот если с точки зрения нерабочего сайта, ну, они запустят его, конечно, еще будет наглядная реклама. Но я считаю большим обманом, например, если зеленые в коалиции не заблокируют выход из атомной электроэнергии Германии. Это, в принципе, лозунг зеленых, один из основных. Мы боимся, мол, Чернобыля. Нам это не нужно. Нужно уходить из ископаемых энергоносителей. Мы будем от этого всего отказаться. Технологически я не знаю, куда еще можно солнечные батареи наклеить. Наверное, нужно жить в тени от солнечных батарей. Ну, вот так жизнь будет. Там ветряки, ветрогенераторы. Но они дойдут до 10. Они поднимутся до 20% электроэнергии. Еще 5-7% потребления. Давайте так по-честному даже округлим. Пусть это будет 25%, которые Германия сможет экономить благодаря этой философии. А с другими 75% что делать? А что делать с энергией, которая потребляет производство? И вот вчера говорил об этом. А что, если действительно перенести куда-то заводы? Ну, вместе с рабочими местами. Господи, какая разница с этим зеленым? И я считаю, конечно, вице-канцлер обманывает своего избирателя и обманывает народ. Потому что разговоры о продлении жизни атомных электростанций – это как раз то, что не должны допускать зеленые. Но у них новая мораль. И в этом контексте, я считаю, это просто уже издевательство над народом. То есть, ну, подсветку вы отключили министерство. Это пиар-ход, о котором можно говорить с журналистами. Ах, сэкономили. Что вы сэкономили? Четыре прожектора, при том, что они не такие уже и мощные. И не дает это той экономии, которая, в принципе, грохнется на голову европейских потребителей. Ведь дело же не только в Германии. Просто в Германии этот кризис еще связан очень сильно с производственными мощностями. И, ну да, вы знаете, если так получится, что к вам приедут в гости немцы в зимнее время, то они в квартире будут находиться в свитерах. Они очень удивятся, что люди могут в футболках в квартире находиться. Это зимой. Но летом точно так же. Точно так же. И рекомендация, например, от Хабыка. Дорогие друзья, не проверите окна, не открывайте форточки. Открывать форточки или окна нужно на короткий период интервала, запустив резко воздух, и тут же закрыть. Тогда меньше будет утечка тепла или утечка холода. Ну, за сезон. Понимаете, о чем они думают еще раз? Это вице-канцлер Германии. Он не думает, как сделать так, чтобы все работало. А он пробует людям объяснить, почему оно не работает. Вот смотрите, хороший вариант. Например, срочно запустить серию специальных материалов для утепления домов. Они помогут зимой сохранить тепло, летом холод от кондиционеров. Абсолютно. Повышение энергоэффективности. Да, да, да. Они могут сказки любые рассказывать. И бесплатно раздать населению, помочь отремонтировать дома и квартиры. Прекрасная идея. Но еще раз. Вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы в государстве не было энергетического кризиса, он занимается тем, он в данном случае это вице-канцлер Германии Хаббек, тем, что пробует объяснить, почему этот кризис будет. Я не вижу, если честно, профессионализма в этом. Именно министерского профессионализма. Я вижу в этом обман. И вы знаете, по поводу общенациональной компании, это же действительно, я думаю, через некоторое время мы уже получим эти бигборды, то есть наглядная реклама будет, как это было уже, мол, соседи пришли, и соседям легче находиться в одной обогреваемой комнате. Переверните длинный горшочек, поставьте внутрь свечу, вот вам уже термобатарея. И сидите в куртках. Зимой. Это же реально была запущена реклама. Это было уже этой зимой. Это еще до всех кризисов. И мне очень не нравится ложь, которую распространяют. Это постоянно ложь. Это фейк, что немецкие бизнесы, профсоюзы поддерживают инициативу Хабека. Это неправда. Значит, по поводу немецких бизнесов, которые поддерживают. Я могу прямо сейчас найти в архиве Еврозону, где неоднократно цитировал представителей бизнеса, которые очень переживают, которые настаивают на том, что с Россией нужно торговать дальше, что газ нужен. И я ни разу не слышал, что они поддерживают Хабека. Ни разу этого не слышал. Я могу зачитать представителей профсоюзов, которые точно так же переживают за рабочие места. И в этом отношении у них даже больше сейчас взаимопонимания, а не противопоставления с немецким бизнесом. Если там кто-то, считанный бизнес, выражает «Ура! Поддержку Хабеку», покажите мне этих клоунов, потому что большой бизнес неоднократно заявлял о том, что он боится именно энергокризиса. Я считаю, вот эта ложь, которая вдувается и распространяется СМИ большими лицами, это бить сегодняшнего времени, когда легализация фейков происходит именно устами политических деятелей, именно тех, кто занимает позицию определенную. Если сайтик не работает, ну ладно, может не работать. Потом обвинят кого-то, что это была ДОС-атака на проект «Зеленых» и найдут кириллицу и скажут, что это русские сделали. По-другому они не мыслят. А вот с точки зрения обмана, что немецкие бизнесы и профсоюзы поддержали инициативу Хабека, ну-ну, покажите мне. Пока что я знаю, что как план «Б» атомные электростанции рассматриваются, чтобы им продлить жизнь на территории Германии. И это противоречит философии «Зеленых», противоречит их обещаниям, противоречит их идеологии. Я вижу большой обман, большое передергивание, и я считаю это аморальным. Я считаю, что вице-канцлер Германии поступает аморально по отношению к своим избирателям. И в этом отношении, понимаете, разговаривать о том, что можно насолить Путину, ну, давайте тогда научим их еще, как насолить. В принципе, возьмите в дом примерно от двух до шести эмигрантов, откажитесь от потребления злаковых, тоже как вариант. В принципе, тот же Хабек уже рекомендовал отказаться от мяса, или хотя бы есть только раз в две недели мясо, потому что это энергоемко. Я вот цитирую, я сейчас нейронизирую, я понимаю, что это секта. Это просто секта, которая навязывает свое мнение. И теперь у этой секты есть красивая еще история, легенда. Давайте вредить. Понимаете, не России, Путину они хотят навредить. Но вице-канцлер Германии, значит, вчера об этом говорил, что у нас есть какая-то странная группка политиков, которые живут в нереальном мире. Они далеки от реальности. И в этом отношении я даже не знаю, как с таким человеком разговаривать. Опять же, искреннее сочувствие. Я понимаю глубокий профессионализм российского МИДа, потому что с такими политиками найти общий язык нереально. Секта, в первую очередь, это фанатизм. И правдами или неправдами, когда тебя втягивают в секту, тебе потом не дают возможности осмыслить на самом деле весь нарратив этой секты. И под соусом русофобии, под соусом там на солем Путину, на самом деле вице-канцлер Германии насаживает просто свое мнение. Дайте ему еще и СМИ. И что он сделает с людьми? Он начнет их зомбировать. И это будет правильно. Они вырастут поколения. Я настаиваю на том, что удар будет по молодежи. Два раза в мясо, мыться раз в четыре дня. Желательно в тех местах, где больше всего запаха концентрируется на теле, вообще не мыться, потому что через некоторое время само отпадет, и кожа будет вырабатывать специфические какие-то вещества, по которым больше не будет плохого запаха. Господи, боже, до чего дожди с 2022 год? Евросоюз. И это говорит вице-канцлер? Мамма миа. А знаете, что северные народы говорят? Что сейчас мыться нельзя, действительно, потому что смываешь защитный слой с кожи, а потом болеешь. Верю. Верю. И когда обезьянья Оспа будет по планете ходить, то мыться тоже не надо. Надо покупать химическое вещество, которое протираешь руки. А мыться не надо. Нет, что вы. Гигиена, она не нужна. Это миф. И мы возвращаемся в Средневековье. Это делает Европа семимильными шагами. И для того, чтобы избавиться от вшей, нужно не в баню ходить, а нужно палочку придумать. Такую маленькую, красивую, с бриллиантиком. И под париковиком чесать голову. А помыть голову? Нет, это не надо. Вот это и есть настоящая Европа. И мне их жаль, если честно. Мне кажется, надо европейцам объяснять. Я даже не знаю. Теперь для них никогда не будет больше доступно вообще понятие иронии судьбы в фильме, там, где они в бане сидят, каждый год, 31 числа. Они не поймут, зачем ходить в баню каждый год. Хотя раз в год они поймут. На этом я ставлю точку. Времени осталось не так много. И хочу очень коротко зайти на территорию Польши. Очень коротко. Значит, очередной раз Анджей Дуда решил, что он самый главный европеец. И он публично... Вот я рад, что он публично выступает. Молодец. Пусть набирает отрицательных пунктов, потому что он уже, ну, наверное, на втором месте после Украины по поводу критики, которая отправляется все время во Францию и в Германию. Дуда не просто критиковал, он жестко критикует канцлера Германии, президента Франции, за то, что те разговаривают с Россией, за то, что те разговаривают с Владимиром Путиным. Дуда говорит, что Шольц и Эммануэль Макрон, продолжая вести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, несмотря на продолжение войны, и дал интервью Бильду. Вот сейчас действительно видно, по Германии четко можно сказать, какие СМИ, по крайней мере, еще национально ориентированные, а какие СМИ под видом свободы слова являются просто про-британско-про-американскими, про-англо-саксонскими, русофобскими, и, в принципе, ведут определенную политику в этом направлении. Так что дал Бильду интервью Дуда, поражен всеми разговорами, цитата, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем, президентом Эммануэль Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят. А вот здесь я согласен с Дудой, потому что политики западные ничего не решают, и если бы они решали, то к чему-то могли бы и прийти к переговорам. А еще переговоры. Это когда приносят что-то на стол переговоров, когда кладут какие-то предложения по деэскалации, по демилитаризации. А переговоры, которые Дуда думает, что это переговоры, Анджи Дуда, не могут ничего принести, когда Макрон и Шольц организовывают поставки оружия на Украину. При этом Шпигель говорит, что скрипят эти поставки, все-таки их поставляют как-то не очень охотно, очень медленно и вообще иногда не поставляют. И существует какое-то правило неписанное, по которому это происходит, которое общественности еще не сказали. Может, это правило, вот это неписанное, связано непосредственно с линией фронта. Может такое быть. А может, Дуда, на самом деле, когда говорит, что переговоры, хотя это не переговоры, а разговоры, это разные вещи, мечтает, чтобы его взяли, но только с ним разговаривать никто не будет. И свою политическую обиду, вот у нас же есть новый диагноз, там политическая шизофрения, политический комплекс неполноценности. Вот политический комплекс неполноценности, ярко выражено, это Боррель. А вот Дуда является обиженным, потому что с ним разговаривать никто не хочет. И он не будет добиваться, чтобы с ним кто-то говорил, а он будет добиваться, чтобы ни с кем не разговаривали. Ну, извините, извращенец политический какой-то. И в этом контексте успеха он, конечно, не добьется, а противопоставление себя политике Франции и Германии, ну, когда-то кризисы заканчиваются, а соседские отношения уже будут нарушены. И это касается, мне кажется, всего Европейского дома сейчас и в контексте Польши. Ничего хорошего в отношениях с Германией я не вижу, потому что мечта о том, чтобы Германия выплатила от 300 до 800 миллиардов евро за Вторую мировую войну, она все еще в головах поляков витает, вот таких как Дуда. В соответствии, вы знаете, все остальные сравнения, которые дал Дуда, я считаю, они достаточно мирские, пробуют опять развернуть разговор, мол, провести ассоциативный ряд с фашистской Германией. Господин Дуда, это бесполезно. Преступления нацизма, в том числе и в вашей стране, были настолько сильны, что их перейдут человечество не может. На этом я прощаюсь с вами. Был Сергейенко Владимир. До следующей недели. Еврозона Вести ФМН